Здравствуйте, я от всего сердца приветствую вас на нашем сегодняшнем богослужении. А вы помните, о чем мы говорили на нашей прошлой программе? В тот раз мы начали говорить об истоках праздника Пасхи, его традициях и его связи с Вечерей Господней. Но что же еще произошло в такой великий праздник с Иисусом и Его учениками? И как это связано с истинной Пасхой? Об этом вы услышите сейчас на второй части нашей проповеди от пасхальной трапезы к Вечерей Господней. Если хотите, дорогие прихожане, дорогие друзья, то можете сейчас встать, и мы продолжим читать Евангелие от Марка. Сегодня мы прочитаем стихи с 22 по 26 из 14 главы. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». «И взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им, сие, есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. И, воспев, пошли на гору Елеонскую». Аминь. Давайте посмотрим, что же произошло дальше тем вечером. Мы с вами уже рассмотрели, как обычно проходила пасхальная трапеза, и можем предположить, что Иисус, Его ученики, придерживались такого же распорядка накануне Его распятия. Сейчас мы с вами ненадолго перейдем к евангелисту Иоанну. В своем Евангелии он описал события того вечера гораздо более подробнее, чем это сделал Марк. Иоанн рассказывает в своем послании об этом вечере то, что Иисус очень много разговаривал со своими учениками. Должно быть, Он неоднократно прерывал пасхальную трапезу и проводил всякие важные ритуалы. Например, Он омыл им ноги. Иоанн в своем Евангелии пишет об этой пасхальной трапезе следующее. Иисус встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Здесь мы видим, что Господь не удовлетворился ритуальным мытьем рук во время пасхальной трапезы. Он также омыл и ноги Своим ученикам. Затем Он снова надел Свою верхнюю одежду, снова сел за стол и объяснил ученикам, что они тоже должны были омыть друг другу ноги и служить друг другу в смирении. А заодно Он сказал и нам, что мы тоже должны так поступать. Других нужно уважать больше, чем нас самих. Иисус знал, что это, как я уже сказал, был последний раз, когда Он собирался вместе с учениками в мире и свободно. Он хотел им сказать, «Когда Меня уже не будет с вами, уважайте друг друга, служите друг другу, любите друг друга, не подавляйте друг друга, не спорьте друг с другом, вместо этого омывайте друг другу ноги». А затем произошло кое-что еще. И об этом нам сообщает Марк. Во время пасхальной трапезы Иисус выявил предателя Иуду и сделал так, чтобы Он устранился, ибо когда они сидели за столом, Иисус совершенно внезапно и неожиданно заявил, «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со Мною, предаст Меня». После этого ученики один за другим стали спрашивать Господа, «Не я ли, Господи? Не я ли?» Здесь мы видим просто чудесный пример самоанализа. В такие моменты и мы тоже должны проверять себя. Мне кажется, неуместным показывать пальцем на Иуду. Вместо этого каждый из нас должен спросить, «Господи, а как обстоят дела со Мною? Что у Меня на сердце?» Далее Иисус говорит. Один из двенадцати, обмакивающий со Мною блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, «Лучше было бы тому человеку не родиться». Здесь Иисус учит нас чрезвычайно важному принципу. Если мы не поймем этот принцип, многое в Библии останется нами незамеченным. Итак, Иисус учит нас здесь этому принципу. Среди прочего, Он учит ему и здесь. Я говорю сейчас о принципе Божьего предназначения и ответственности человека. Обе эти истины очень тесно связаны, как два рельса на железнодорожных путях. Как вы знаете, рельсы всегда находятся на каком-то расстоянии друг от друга. Если бы рельсы вдруг захотели соединиться, то тогда бы поезд с них просто-напросто сошел. Две эти истины — Божие предназначения, и ответственность человека, они подобны рельсам. Две эти истины применяются последовательно и не должны интеллектуально согласовываться. Между ними всегда должно быть какое-то расстояние. Обе они действительно в равной степени. Да чего же прекрасный образ придумал однажды Чарльз Сперджен. Одна из этих истин заключается в том, что Бог все заранее предопределил, в том числе и то, что Иуда предаст Господа. Марк пишет, «Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем». Что означают эти слова, нам объясняет Лука. Он сформулировал эту мысль еще яснее. И он пишет, «Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, то есть по определению». Поэтому Иисус и называет Его Сыном по гибели. Но даже несмотря на то, что Иуде было суждено предать Иисуса, никто не может сказать, что он никак не мог этого изменить. Такого вывода Библия не допускает. Ибо Иисус сказал, «Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается». То есть он виновен, несмотря на совет от Бога, Иуда все равно предала Иисуса по собственному желанию за эти 30 серебряников. Благодаря этому мы понимаем, Божьи предназначения и советы от Бога не освобождают ни одного человека от его обязанности верить в Бога и Его Сына Иисуса Христа, почитать Его и следовать за Ним. Если кто-то отвергает Иисуса, он не может сказать, что ему суждено было это сделать. Никто не погиб из-за Божьего предназначения. Люди погибают лишь из-за своего собственного выбора и из-за своего собственного злого сердца. После того, как Иисус и Иуда обмакнули свои пасхальные хлебы в миску, это была миска, в которую была налита текучая для мягкая паста. Каждый из присутствующих там учеников понял, кто был предателем. И поэтому Иоанн пишет, он, приняв кусок, тотчас вышел. Была ночь. Уже наступила ночь. Но когда Иуда ушел, пасхальная трапеза на этом не закончилась. Иисус уделил в тот вечер просто невероятное количество времени своим ученикам. Поймите, они не перекусывали каким-нибудь фастфудом. Их трапеза продолжалась целый вечер. Они омывали друг другу ноги. Затем Иисус раскрыл планы Иуды и в Евангелии. От Иоанна мы можем прочесть о том, что еще произошло в этот вечер. Итак, Иоанн пишет, когда он вышел, Иисус сказал, «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем». Иисус был очень многословен. Когда во время все еще продолжающейся пасхальной трапезы стал ободрять и увещевать своих учеников, а далее, согласно Евангелию от Иоанна, он рассказывает им о пришествии Святого Духа. Он говорит им, что на его место придет другой утешитель, и им будет Дух Святой. Он предсказывает им это на этой же трапезе, этой же ночью. Затем он рассказывает им притчу о винограде и лозах. Этот момент он тоже включил в празднование Пасхи. Он сделал это, чтобы им сказать, что они всегда должны оставаться твердыми в своей вере в Него через Святого Духа, даже если они останутся одни и попадут в беду. Он сказал им, «Да не смущается сердце ваше, веруете в Бога и в Меня веруете». Он сказал это в преддверии грядущих времен, когда его уже не будет рядом с ними. А еще он им сказал, «В мире будете иметь скорбь, но, мужайтесь, я победил этот мир». Вот какие слова он говорил за этой трапезой. Это была великая и прекрасная трапеза. Мне очень интересно, что в тот момент ощущали его ученики. Он сказал им так же, что из-за Него они подвергнутся гонениям, но они не должны этого бояться. Я думаю, что не всем известно, чем же все это закончилось. Что же сделал Иисус в конце этой трапезы? Что же Он сделал прежде, чем они стали петь псалмы? Иисус помолился. В конце трапезы Он еще раз помолился за Своих учеников. Это очень известная молитва. Молитва первосвященника. Но, к сожалению, у нас не так много времени. А так я бы с удовольствием сейчас обратился вместе с вами к тому, что было у Иисуса на сердце в эту пасхальную трапезу, в эту вечерю Господню, которую Он праздновал со Своими учениками. После того, как Иисус все обсудил со Своими учениками, в Евангелии от Иоанна мы читаем следующее. Иисус возвел очи Свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Друзья мои, только представьте, что это был за момент, когда ученики увидели, с каким рвением и отдачей Иисус произносит эту молитву. Иоанн не смог бы все так детально описать, если бы сам там не присутствовал. Они все были там. Они все слышали молитву Иисуса. И сегодня у нас перед глазами есть текст этой молитвы. В любом случае, Иисус закончил трапезу со Своими одиннадцатью оставшимися учениками, и после переданной им в Своем Евангелии молитвы Иисуса, Иоанн пишет, «Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его». Только подумайте, что это было за вечерем. Я думаю, что осознание этого глубоко трогает наши сердца. Спасибо тебе, Иисус, за все, о чем ты поговорил со Своими учениками, за то, что ты помолился за них, о том, чтобы они не отказывались от тебя. Спасибо тебе, Иисус. Мы видим, что это была долгая, пасхальная трапеза, которая, по всей видимости, продолжалась до поздней ночи. Это была его последняя трапеза перед его распятием. Он вкушал Агнца, а потом сам стал этим Агнцем. Я думаю, он делал это с тяжелым сердцем. Он хотел еще раз выразить любовь своим последователям и помолиться за них. Иоанн описал поведение Иисуса в тот вечер такими словами, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Он разговаривал с ними с такой любовью в голосе, и говорил, что в этот вечер подошли к концу те столетия, когда животных приносили в жертву. Он показал им на Агнца, лежащего на их столе, и сказал, что этот Агнец был последним перед Богом, и что все Агнцы, которых ежегодно приносили в жертву на Пасху, были только пророческой, только временной мерой. И вот теперь эта эпоха закончилась, теперь с ними был настоящий Агнец, который будет очень действенно, раз и навсегда принесен в жертву для искупления его народа. Иисус съел с ними Агнца. И вот что еще важно, Он сам стал Агнцем. Если мы сейчас обратимся к Библии и заглянем в Новый Завет, мы увидим, как часто там Иисуса называют Агнцем. Он это наш жертвенный Агнец, и нас глубоко трогает этот факт. В первом послании к Коринфянам Павел пишет, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Мартин Лютер перевел этот стих следующим образом. У нас тоже есть пасхальный Агнец, это Христос, который был принесен в жертву, а Иоанн в самом начале своего Евангелия восклицал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Исайя же писал, он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание. А Петр писал, что мы были искуплены драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. А если мы затем заглянем в Откровение, мы увидим, что Христос там, по крайней мере, семнадцать раз называется Агнцем Божьим. Также в Откровении есть отрывок, где говорится об исчисленной толпе, их обожание, их было тьмы тем и тысяча тысяч, которые говорили громким голосом, достоин Агнец закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Итак, вот мы и увидели, какое великое историческое спасительное событие произошло в той горнице. Это была последняя пасхальная трапеза и первая вечеря Господня. Я не устаю это повторять. Иисус сказал, «Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Я думаю, что здесь Он говорит о грандиозном свадебном ужине Агнцем, и мы просто обязаны праздновать сегодня вечерю Господню, празднование которой было установлено тогда. Если мы будем праздновать вечерю Господню по этой причине, тогда этот праздник обретет более глубокое значение. Это особенно рекомендовал нам апостол Павел, ибо вот что он писал последователям Иисуса, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». И вот вопросы нам всем, так же и вам лично, а если у вас пасхальный агнец, приняли ли вы Христа как заместительную жертву за ваши грехи, или же вы до сих пор находитесь в египетском рабстве, в плену вашего злого сердца и ваших грехов? О, конечно же, нет. У вас есть его послание, у вас есть Иисус, истинный жертвенный агнец Божий за ваши и мои грехи. Поверьте же в него и в его пролитую кровь. Это ваше спасение из рабства, зла и тление. Приходите к нам и празднуйте вместе с нами вечерю Господню. Да благословит всех нас Бог. Мы благодарны Ему за эти великие послания Марка, Матфея, Луки и Иоанна о пасхальной трапезе, которую Иисус отпраздновал со Своими учениками. Аминь. Мы хотим нести людям благую и утешающую весть о том, что Иисус Христос ждет верующих на небесах, а также мы оказываем и конкретную помощь, нуждающимся в ней, на всех континентах нашей планеты, через наши гуманитарные и диаконические проекты. Бог с уверенностью говорит, что его дети перетерпят все до самого конца, но при этом для людей, оказавшихся в трудной ситуации, важна и конкретная помощь братьев-христиан. Наша Церковь тоже оказывает такую помощь посредством гуманитарных проектов во многих странах мира. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку, ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы.